Консервы, крупы, макароны, растительное масло, чай, сахар и молоко. Продуктовые наборы доброволец Мария Карташова забирает в районном штабе волонтеров и развозит по адресам, где живут пенсионеры и малообеспеченные семьи. Заявок бывает от одной до пяти в день. Добровольцем девушка работает не первый год и только во время режима самоизоляции поняла, как необходима ее помощь нуждающимся. У них очень много своих заморочек на тему, в каком магазине купить хлеб, молоко и так далее. Мы очень стараемся учитывать и радуемся, когда они потом звонят и говорят, что купили хорошие продукты, что купили именно то лекарство. И, соответственно, они постоянно пытаются засунуть конфетки, шоколадки. По правилам нам это запрещено, но иногда отбиваться не получается, честно. Ветеран труда Анастасия Сергеевна Кузнецова помощь приняла с радостью. В свои 82 года по квартире передвигается с трудом. Теперь, говорит, месяц можно жить без бед. На обеденном столе будет все, что душе угодно. Не надо унывать. Уныние – это плохое дело. Надо будет взрослеть все время. Слава Богу. Большое вам спасибо. Большое спасибо. Чтобы малоимущим, одиноко проживающим гражданам старше 65 лет, инвалидам и пенсионерам заказать на дом такой продуктовый набор, им необходимо позвонить на городскую горячую линию по телефону 8 846 998 6707. После формирования заявок их распределяют по районным отделениям. Затем волонтеры выполняют заказ. Инструктируем сразу волонтера, выдаем им средства защиты, меряем температуру. И волонтеры отправляются на адрес с заявочкой. Когда они осуществляют заявочку, они нам приносят подписанный заявителем план, что претензий к волонтеру не имеют, и фотоотчет чеков, то есть заявители, что они купили в магазине. Акцию «Мы вместе» поддержали крупные самарские предприятия. Они уже выделили порядка одного миллиона рублей на продуктовые наборы для пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных и многодетных семей. В ближайшие дни помощь получат около тысячи адресатов. В рамках акции «Мы вместе» администрации городского округа Самара была организована работа по увеличению бизнес-сообществ и представителей деловых кругов для оказания благотворительной помощи. Вот на те средства, которые сейчас перечисляются нашими благотворителями, приобретаются как раз вот эти продуктовые наборы, про которые мы сейчас говорим. Предоставляются бесплатно, они людям безвозмездно. Кроме крупного бизнеса, к акции «Мы вместе» присоединились фирмы из среднего и малого сектора экономики. Растет и количество добровольцев. Так что все нуждающиеся самарцы получат вовремя необходимую помощь. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.